Канадским товарам сложно конкурировать с более дешевыми аналогами. Данные по торговому балансу подтвердили снижение спроса на продукты канадского производства. Торговый баланс за апрель стал неприятным сюрпризом для экспертов. Экспорт упал на 1,8%, в то время как импорт вырос на 1,4%. В результате дефицит составил 638 млн канадских долларов вместо ожидаемых 200 млн. В предыдущие два месяца баланс был профицитным. Банк Канады уделяет особое внимание экспорту при оценке экономической ситуации в стране. По мнению главы регулятора Стивена Пола, за рост поставок на внешний рынок привлечет в страну больше бизнес-инвестиций. Ранее глава Центробанка также говорил о том, что если данные по объему экспорта окажутся хуже ожиданий, это замедлит весь процесс восстановления и помешает инфляции оставаться на уровне в районе 2%. Публикация данных по торговому балансу не вызвала реакции на валютном рынке. В ожидании итогов заседания Банка Канады трейдеры не спешили продавать канадский доллар. К тому же в США торговый баланс также оказался хуже прогнозов. Как и ожидалось, Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне 1%. Члены Управляющего совета также отметили, что сейчас есть все предпосылки для дальнейшего роста экспорта. Курс канадского доллара остается относительно низким, и есть надежда на увеличение внешнего спроса за счет ускорения в развитых странах. Американская экономика, к примеру, сейчас набирает темп после слабого первого квартала, и это может поддержать развитие в соседней стране. Смотрите новости на канале ИнстаФорекс ТВ. Всего вам доброго и до встречи!